Еще есть тем дня вслед за США и Гватемалой. Парагвай сегодня перенес свое посольство в Израиле, в Иерусалим. В церемонии открытия приняли участие президент Парагвая Орасио Кортес и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу. Бениамин Нетаньягу, прошу прощения, депмиссия. Теперь находится в технопарке Малха в Иерусалиме, недалеко от гватемальского посольства. В палестинском МИДе перенос посольства назвали незаконным и нелегитимным. Это нарушение их прав, их, в смысле, палестинцев, резолюции и международного права ООН. Подчинение американской и израильской диктатуре, говорится в заявлении министерства. На прямую связь с нашей студией из Израиля выходит Бени Брискен, политолог, в прошлом советник. Бениамин Нетаньягу, Бени, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Да, да, я вас слышу прекрасно. Да, добрый вечер. Ну, прежде всего, спасибо вам, что нашли время поговорить с нами. Ну, и мой первый вопрос. Как вам кажется, вот этот процесс, тенденция открытия и переноса посольства в Иерусалим сейчас будет лишь продолжаться? Или мы увидели США, Гватемалу, теперь Парагвай, и после этого будет пауза? Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, потому что, так сказать, затор пробит. Соединенные Штаты, собственно, дали легитимацию многим странам участвовать в этом процессе, и теперь это только вопрос времени. Конечно, Иерусалим не станет пристанищем до большинства посольств, которые находятся в Израиле, но я думаю, что до десятка посольств мы увидим в ближайшие же годы в Иерусалиме. Скажите, я этот вопрос задавал всем своим собеседникам все последние дни. В чем такая важность и принципиальность? И с вами мы об этом, мне кажется, говорили так же. Ну да, конечно. Это было, когда открывалось американское посольство. Зачем вот это наращивание теперь, когда видно, какую-то реакцию вызывает даже у союзников Израиля в лице Москвы, например, открылось американское посольство, можно сделать передышку? Ну, во-первых, это суверенное решение каждого правительства – открыть свое посольство. Израиль это только приветствует, и приветствует он это по одной простой причине. Государство Израиль существует 70 лет, но процесс его становления до сих пор не закончен. То есть сам суверенитет Израиля становится под сомнение многими государствами, например, Ираном, например, Палестинской автономией, например, многими соседними с Израилем государством. И поэтому перенесение посоль в столицу Израиля – Иерусалим – это акт признания государства Израиль. Да, это пришло Израилю через 70 лет, но это необходимый совершенно процесс. Нет государства второго в мире, столица которого не является местом нахождения большинства посольств. Понимаете? То есть понятно, что, конечно, к евреям отношение всегда «особенное», в кавычках, и отношение к государству Израиля тоже «особенное» в хорошем и плохом смысле этого слова. Но Израилю хочется быть нормальным государством, хочется быть таким же государством, как все остальные. И поэтому нельзя не приветствовать. И в этом смысле в израильском обществе полный консенсус. Кроме арабских партий и крайне левых, все, собственно, весь политический спектр, как оппозиция, так и коалиция, приветствуют перенос посольства Иерусалима. Скажите, а вот как с концепцией нормальности, о которой вы говорите сейчас, соотносится нежелание и непризнание вот этого расследования, которое сейчас Совет по правам человека ООН будет проводить? Ведь здесь речь, я понимаю, когда речь идет о непризнании выводов, но когда речь идет о непризнании самого факта расследования, насколько это, на ваш взгляд, верно? Речь, напомню, идет о расследовании событий на границе с сектором газа. Вы понимаете, отношение, опять же, к Израилю, оно исключительное. В то время, когда в соседнем государстве Сирии, и вы не понаслышке знаете об этом, потому что и Россия глубоко замешана в этом конфликте, погибло за последние годы 600 тысяч человек, 600 тысяч, я повторяю, да, ровно во сколько, в тысячу раз больше, да, чем на границе с сектором газа, никаких серьезных расследований этого самого смешного Совета по правам человека не происходило. При этом против Израиля расследования открываются при каждой удобной или неудобной возможности. Поэтому здесь опять проявляется как раз то, что Израиль хочет, чтобы к нему относились, как ко всем нормальным другим государствам, да, чтобы не было вот этого, которые у нас многие подозревают антисемитском подоплеки подхода к Израилю, да, то есть иногда к Израилю относятся как к некому коллективному еврею. Нравится видеть еврея битым, нравится видеть еврея, которым не хочется и не умеет, и не может защищиться, а когда еврейское государство, представляющее, как мне кажется, евреев всего мира, защищается, то тут же подвергается шквалу обвинений и шквалу осуждений и расследований, да. Какое право имеет эта организация, которая никогда не расследовала события в Сирии, расследовать события в секторе газа? Не знаю, согласитесь вы со мной, согласятся ли наши телезрители со мной, но да, вот подумайте на эту тему, да. В соседних государствах убивают сотни и тысячи людей. Я прошу прощения, я вас перебью, я ни на какую позицию не встаю, просто пытаюсь представить возможную аргументацию тех, кто с вами не согласится, они вам на это скажут, слушайте, ну, прошу прощения, но отказываться от расследования, аргументируя это тем, что, дескать, расследуйте их, а не нас, но это странный уровень диалога, потому что в таком случае можно все время говорить, нет, сначала разберитесь с моим соседом. Ну, во-первых, да, во-первых, почему бы не разобраться с соседом, тем более количество, да. Нас, например, обвиняют в том, что убито 60 человек на границе с газой и не убито ни одного евреев, то есть, если бы был убит хотя бы один еврейский солдат или житель ближайших поселений, или лучше, чтобы их было, лучше в глазах наших критиков, чтобы их было больше, тогда бы это как-то можно было снести. Я считаю, что это совершенно нормальный подход, да, то есть, для того, чтобы... Есть какие-то моральные нормы, да, и моральные нормы почему-то здесь измеряются количеством убитых, раненых с одной или с другой стороны. Если таков подход, тогда почему бы не взвешивать количество раненых и убитых среди наших соседей, да, ведь там же арабы убивают арабов, ведь там же мусульмане уничтожают мусульман, но им почему-то это позволяется и сходит с рук. Поэтому мне кажется, что это совершенно легитимное требование Израиля, да, обратить внимание на нарушение прав человека на много более массовых масштабах в соседних странах, а не только в Израиле. Спасибо большое. Я понял вашу позицию, Бенебриском, политолог, в прошлом советник Бениамин Нетаньягу. На прямой связи с нашей студией мы говорили об открытии в Иерусалиме, уже третьего за последние дни посольства. Это посольство Парагвая.